я хочу поговорить о своей самой любимой книге одной из самых любимых своих книг это ахмед али и сумерки в дели я перевел ее я ее перевел с любовью когда еще можно было по куперайту это делать пока еще были те старые законы куперайта я ее перевел в принципе она висит на прозе и в самоздате ее можно найти книга волшебная рекомендую всем ее прочитать она не такая же большая и так ахмед али тридцать седьмой год книга была написана в тридцать седьмом году издали ее в сороковом и тогда этим мусульманам оставалось жить еще лет семь и так книга про мусульманские кварталы старого дели эти люди называли себя моголами не великими моголами а моголы и потомками придворных великих моголов потомками визирий поэтов полководцев они были настолько горды своим положением что они смешивались с другими мусульманами и поэтому когда в 47 году индусы напали на эти кварталы начали их вырезать во время раздела индии была мощная резня и мусульмане резали индусов и индусы резали мусульман в карачи в пакистане резали индусов в хиндустане резали мусульман эти кварталы будут полностью практически вырезаны индусами и ахмед али частичка этих кварталов это его жизнь это его душа это его любовь и вот 37 год он ходит в этим кварталом и понимает смерть нависла откуда она придет он не знал но он как великий писатель чувствовал своем сердце что смерть нависла он смотрел на этих людей как они жили обычной жизнью своей занимались каким-то бизнесом там мелким разводили голубей там все любили голубей всех были голубят не обычная жизнь была там магазины сплетни какие-то и он понимал что это его любимое место в мире она скоро будет уничтожена и он решил написать книгу об этом пока они еще есть здесь срисовать с них эту волшебную книгу и оставить ее в веках чтобы она осталась как память об этих кварталах и да он был прав эти кварталы будут вырезаны я уже говорил сорок семем году и так книга волшебная главный герой там два главных героя это отец мир не хал мир не хал то есть на такие мир не хал это чисто имена моголов у великих моголов тоже были такие имена мир так и мир допустим один из султанов дели и так его сын асгар красивый мальчик такой веселый с бабушкой 17 лет его момент начала этой книги высокий стройный вьющиеся волосы красивый стройный высокий мальчик одет мусульманскую мусульманскую одежду в пиджак до колен рубашку шелковую это шелковая рубашка это круто это как бы стимул того что из богатой семьи мусульманские штаны но ботинки английские и отец его ругает за эти ботинки говорит что ты делаешь англичане наши враги а ты покупаешь них ботинки но мы тела все равно носят эти ботинки потому что они в моде хочет быть центре внимания итак мир не хал уходит из дома утром у него магазинчик небольшой магазинчик он торгует фарфором а в восемь вечера он уходит своей любовницы он купил дом для своей любовницы девушка 20 лет 18 лет его зовут бобо джан он любит ее и жена знаю что есть любовница и смотрит на это сквозь пальцы потому что его жене 39 лет и она считает что она уже стара для своего мужа мужа 47 высокий статный с такой проседью легкой и так жена сначала мир не хал изменял жене прямо в доме со служанкой и и тогда была катастрофа жена решила взяла детей тогда не было только старшая дочь и асгар она забрала и несколько месяцев жила на кладбище в домике сторожа а мир не хал каждый день приходил просить просить прощения но она не прощала его и только когда мир не хал пошел к ее родственникам сказал замолвите за меня словечко они смогли уговорить вернуться в семью и так сейчас у него у мир не хала старшая дочь замужем живет уже со своей семьей асгар юноша 17 лет любит цыганку девушку из касты чамари белкис это важно чтобы мусульмане из это их сообщество женились на цыганках это невозможно но он любит ее и с этим надо считаться сосед мир не хала муидзин его сын тоже полюбил цыганку он шел по улице и увидел как дети бьют цыганскую девушку бьют за деньги она берет с них по одной монетки по одному пальцу и говорит на убейте меня за одну монетку и один мальчик говорит то дам тебе два пальца дать тебя ударить в сердце она говорит нет в сердце не бей бей куда хочешь но только не в сердце та моя любовь этот юноша видит эту девушку любит ее полюбил ее он идет к отцу и говорит я хочу жениться на цыганке с улицы уголь это дебил что ли и думать о ней даже не смей и мальчик сошел с ума понимая что не сможешь на не жениться сошел с ума и стал ходить по городу оборванный весь сумасшедший перестал говорить и мир не понимал его сын тоже любит цыганку в этом возрасте очень влюбчивый его нельзя так круто разворачивать обламывать потому что может сойти с ума может покончить собой и он думал что делать и так он приходит после после магазина ушел к любовнице своей до 12 находился у нее и потом шел к жене жена его ждала готовила ему ужин ждала его она понимала она смеялась уже своим положением что муж еще молод кого красив статен ему нужна молодая и она поняла что пусть будет так лишь бы какие-то приличия соблюдались это было не вне в ее доме на стороне пожалуйста она как бы согласилась с этим в душе и так приходит мир нехал сына еще нет уже 12 ночи асгар где-то гуляет непонятно еще своими друзьями мир нехал приходит жена ему накрывает там дает еду и вдруг мир нехал слышит что в его голубят не что-то творится непонятное он заходит берет лампу заходит и там голуби мертвые кто-то убивает голубей видит змея кобра убивает голубей он ее выгоняет из голубятни и она залезает в сточную каналу там труба она в эту трубу залезает и мир нехал бесстрашно засовывает руку эту трубу хватает змею за хвост вытаскивает и бьет ее о землю ломает ее хребет и она умирает в мучениях это смелый решительный человек и тут приходит асгар от отца прячется чтобы отец его не отругал за английские ботинки за то что вообще гулять непонятно где и жена говорит мир нехалу сын любит цыганку с этим надо что-то делать и мир нехал говорит я не знаю что с этим делать не знаю будем думать что с этим делать входит асгар я сказал уж как он одет но вместо пояса гирлянда из жасминов красивый мальчик наслаждающийся своей жизнью знающий сцену своей красоте когда он выходит из дома потом днем сейчас он приходит домой ложиться спать на крыше это важный момент в книге звезды над ним начинают танцевать и зеленая звездочка подходит ближе ближе к нему и становится белки с его возлюблен и она говорит асгар пойдем танцевать и он берет его за руку и танцует с ней по небу по ночному небу и они танцуют и уходят вечность красивую вечность она говорит асгар мы любим друг друга мы будем вместе и он просыпается и понимает что любит белки с и не может без нее жить она будет дороже жизни и так он выходит на улицу днем утром и там цирюльник сидит мужик с длинными волосами до плеч и глаза они и глаза его покрашены черной краской как бы знать как женщины красят и он видит асгара и делает ему глазки строят молоди сюда мой мальчик этот думает много мужчин его любил и он думает что вспоминает что летом был где-то отдыхал и какой-то лавочник его полюбил пожилой мужик и он сказал ему я даю тебе любовное проклятие наступит время и тебя полюбят и ты полюбишь как я тебя полюбил и тебе откажут и ты будешь так же как я ходить в тоске и разбитое сердце будет у тебя и асгар был суеверный и он понимал что любит белки с и что это любовное проклятие сбудется и он как так или иначе будет разбит полностью разбит и так это будет уже как бы начало книги мир нехал понял что сыном ничего не поделать и придется его женить на этой цыганке описывается свадьба очень красивая свадьба описывается и потом белки с родила асгару ребенка мальчика и асгар тут же к ней охладел просто опротивила ему по полной программе и женщина страдала год он уходил рано утром к друзьям приходил поздно ночью с ней даже не разговаривал и она умерла от тоски у нее была младшая сестра и она приходила к асгару помогать ему ухаживать за ребенком и асгар ее полюбил они стали заниматься сексом асгар сказал я женюсь на тебе а он сказал да я буду рада если на меня женишься и он пошел к ее родителям сказал дайте мне замуж свою дочь они сказали ты погубил старшую дочь мы тебе эту не отдадим потом асгар заболел и эту девочку насильно выдали замуж когда-то в дальнюю деревню и асгар был в дикой тоске а в это время у мир нехала приступ инсульт он лежит на постели уже без движения только понимает все но не говорит и ничего не делает и все рушится перед ним вокруг рушится его мир асгар в дикой тоске уже умирает от тоски что он ну жив остался жив но он так тоскует что может умереть что ему не дали жениться на его возлюблен дикая очень печальная вещь и потом в принципе это есть сюжет этой книги но есть сопутствующие очень интересные сопутствующие моменты в этой книге итак первое это слуга мир нехала гафур мужчине 35 лет слуга он очень красивый он такой сексуально озабоченный и все женщины в округе знают его внимание как бы делят с ним ложа и все мужья рогаты из-за его вмешательства в их личную жизнь и вдруг приходит сосед к мир нехалу и говорит у меня не знаю что делать у меня племянница 14 лет девушке ее надо будет замуж а кто ее возьмет есть небольшое преданное давай выдадим ее замуж за твоего слугу гафура мир нехал говорит ты чего говоришь такой мужик в полном расцвете сил она еще совсем молодая он же ее убьет она умрет просто от этой от этих взаимоотношений а он говорит все равно мне надо ее просто с рук сбагрить потому что хуже будет если никто ее не возьмет замуж ее выдают за гафура и гафур занимается не сексом до смерти она умирает фактически от постоянного секса безудержного постоянного секса и она умерла и всем плевать гафуру плевать абсолютно он забыл о ней на другой день приходит этот дядя и говорит мир нехалу как ты допустил а он говорит я тебе говорил сразу что она умрет она умерла какие проблемы то есть девушка умерла в 14 лет и никого это вообще не парит абсолютно такие были нравы в то время потому что женщина если женщину не брали замуж то ее убивали мусульмане в те годы было нечем кормить ее там был целый обряд когда об этом говорит ракия бегум я перевел эту статью ее если девушку не взяли замуж там до 20 лет ее убивали потому что она бы так и так умерла бы от голода обычно отец делал чашу с ядом разбавлял яд в воде и мать подносила дочери и говорила дочка мы тебя любим но прости нам нечем тебя кормить ты так и так умрешь так лучше умри так легко и она понимала что впереди голодная смерть и она выпивала чашу с ядом и умирала это было обычаи еще в первой половине 20 века это происходило просто из-за нищеты из-за отсутствия просто элементарной еды поэтому девочка умерла и никого это не парило вообще ну и второй момент я хочу рассказать это дядя Асгара молодой человек очень хороший мусульманин он умирал от чахотки там долго описывается как его лечили сначала мулы лечили мусульмане с помощью корана не помогло потом когда уже болезнь была запущена по полной программе вызвали английского доктора и он тоже не помог вот этот юноша был фактически лет 20 он был может 25 не больше вот он умирает рядом с Асгаром и смертью описывается очень красиво он говорит я вижу рай я вижу райскую розу дедушка Игбал я не знаю кто такой дедушка Игбал но он говорит дедушка Игбал подходит ко мне и протягивает розу и я в раю теперь и он умер с этими словами и как только он умер вся комната наполнилась ароматом розы райской розы и все были просто в восторге что их близкий человек ушел в рай вот так это такие моменты в этой книге есть я наверное рассказал я приглашаю вас прочитать эту книгу я дам ссылку в описании на эту книгу она очень она достойна чтобы ее прочитать это одна из лучших книг написанных на английском языке про Дели точно про Дели кто такой ну ладно хватит короче кто такой хорошо Ахмед Али он написал только одну книгу художественную это Сумерки в Дели потом он перевел Коран на английский язык и то что этот Коран издали говорит о том что он был он обладал авторитетом среди мусульман Пакистана если его перевод Корана издают он обладал авторитетом огромным и третья вещь он издал антологию поэзии Урду ее можно купить на Амазоне сейчас не получится как бы я попытаюсь ее купить антология поэзии Урду он был хороший знаток поэзии Урду ну и что еще сказать одна история из его жизни он был потрясен гибелью своего народа и в 92 году он летел на самолете из Эмиратов в Карача и самолет приземлился в Дели там проблема с двигателем была и он сидел несколько часов он сидел в самолете он не стал выходить на землю Индии и известие о том что Ахмед Али находится в Дели облетела весь город его очень любили его книгу очень любят сейчас в Дели и делегация почетная делегация из уважаемых людей города в голове с мэром пришла к самолету и сказал мэр сказал пожалуйста сойди на землю Индии и он прогнал эту делегацию и сказал нет он так и не сошел он не мог простить индусам гибель своего народа убийство своего народа он запретил себя называть индийским писателем только пакистанским он умер где-то в 96 году еще можно было с ним встретиться и поговорить или написать его письмо я думал потом успеется как бы я также думал про Ахмеда Али написать его было очень легко да я думал как кто я такой чтобы писать такому человеку письмо и так и откладывал потом напишу потом потом а сейчас понимаю что надо было писать ему сразу и ему было бы приятно что его в России читают я пишу иногда таким людям письма я никогда виден что из России письма не рада что их читают в России два таких случая у меня было когда просто люди были счастливы что я из России их слушаю и там читаю ну ладно спасибо за внимание до встречи моя первая Продолжение следует...